Всем привет, с вами Doom. Сегодня посмотрим на черепашки-ниндзя, но не на обычный выпуск, а на микросерию. Посвящена эта микросерия отдельно персонажам. И сегодня посмотрим на выпуск Микеланджело. Вот такая обложечка. Подростки-мутанты-ниндзя-черепашки микросерия. Номер один от Линча Куна. Отличается она, ну, заметно. Это, во-первых, рисунок совсем другой. Черепахи не похожи на тех, которые в обычной серии. Вот, например, посмотрите, какие-то они более, что ли, плоские какие-то. Не знаю, как это назвать. Но отличается, вот, посмотрите, на Микеланджело. Микеланджело-подросток-мутант-ниндзя-черепашка. Страница у него, у комикса, столько же, сколько и у обычного выпуска. И, в целом, выпуск мне понравился. Он будет рассказывать о том, как Микеланджело решил в канун Нового года отметить, как бы, Новый год, но не со своими братьями, отдельно. Захотелось ему отдохнуть от этого всего. И он целый день провел в кинотеатре, смотрел фильмы. И потом решил пойти на какую-нибудь вечеринку. И вот он попадает в музей, где проходит костюмированная какая-то вечеринка. И он, как бы, забирает флайер, проходной билет, так сказать, на вечеринку, и идет на вход. Здесь он показывает этот флайер, что он действительно приглашен на это событие, как бы, его костюм, якобы черепашка. Все действительно думают, что это костюм. И вот он проникает туда, встречает вот такую, как женщину-кошку, которая принимает его за своего, как бы, ну, знакомого, да, Карла. И он подтверждает, что он Карл, и идет с ней, она его куда-то тащит. И вот притаскивает к другим, тоже костюмированным, таким одетым в костюмы людям, которые, собственно, замыслили ограбить и украсть какой-то там алмаз, по-моему. И вот они вырубают охрану. И этот Карл, который должен был прийти, оказывается, Микеланджело, и он должен отключить систему охраны. А он же не Карл у нас, и он не знает, как отключить эту систему и говорит, что он не может этого сделать. Но в итоге они говорят, если он не сделает это, не отключит систему, то они начнут убивать заложников внизу. И он, благодаря своей тренировке, да, тренировался, он через эти лучи прыгает. И, собственно, берет вот этот самый алмаз, вот здесь он изображен. Ну, далее, естественно, он специально разбивает стекло, чтобы вызвать тревогу. И они быстренько убегают, начинают, опять же, драться с Микеланджело. И в итоге он как-то успевает выпрыгнуть в окно. Ну, здесь видно, там потом приедет полиция. И вот как раз-таки он с этой кошкой встречается. Оказывается, что эта кошка – агент полиции, там, кого-то под прикрытием. То есть она специально внедрялась в эту банду, чтобы как бы предотвратить вот это ограбление. Но он как бы помешал ее планам. И в конце опять же приходит вот этот главарь их, который просит отдать вот этот камень. Ну, в итоге Микеланджело всех раскидывает. Как всегда побеждает добро. Вот здесь они опять же сражаются в картиночках. И в итоге он отдает этот камень вот этой кошке. И на этом прощаются подельники этого, как Зора, наверное, его можно назвать, костюма. Они до сих пор стоят тут внизу, когда они вынесут этот камень. И вот такая обложечка за Дряденхайст. Похож, кстати, на панциря черепахи. Вот такой мини-выпуск. Здесь еще из оригинальных тоже мини-выпуск Микеланджело, посвященный черно-белой. И следующий выпуск. Вот такой микро-серия черепашки и ниндзя. Первая Микеланджело. Следующая, я не знаю, кто пока будет. Ну, вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok